Итак, друзья, спуск катера на воду. Мы посмотрим на основную процедуру с коптера. Это будет немного необычно и эффектно. Но для начала определю, что нужно сделать до момента касания прицепа и катера воды. Прежде всего, нужно убрать привязные ремни. Если вы этого не сделаете, катер попросту не обретет плавучесть. Далее. Обязательно отсоедините электропроводку. У нас светодиодные фонари сзади. Мы специально поставили их для того, чтобы если вдруг мы забудем ее отсоединить, все было в порядке. Но, как правило, в прицепах аналоговые лампочки, аналоговая проводка. Если вы этого не сделаете, попросту полетят предохранители. Дальше. Необходимо убрать с двигателя специальный предохранитель, который предохраняет гидраврику. При движении по шоссе. Вот сюда вешается дощечка или специальная штанга опирается в корму. А также сразу открыть эхолот. Это можно сделать и на воде, но здесь будет гораздо удобнее. Обязательно поднимите двигатель повыше. Поскольку, если двигатель будет достаточно низко и по пути слипа будут какие-то кочки, вы попросту винтом зацепитесь за щебень или за грунт и он сразу погнется. Поэтому винт при спуске катера необходимо весь двигатель поднимать повыше и уже на воде его полностью опускать. В принципе, это вся подготовка. Давайте уберем ремни и посмотрим на то, как спускается катер на воду. Кстати, наш катер не имеет роликов, то есть обычные ложементы, не имеет ворот. Поэтому здесь все по-простому. Мы делаем так, чтобы прицеп погрузился в воду по сих пор. И в этот момент катер приобретает плавучесть. Мы попросту его сталкиваем и за швартов причаливаем к берегу. Сейчас все увидите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так, друзья, осуществляется спуск с помощью прицепа, который не оборудован роликами. Это обычный МЗСА-81771Е Конечно же, безусловно, с роликами и с воротами удобнее. Но если не заморачиваться, а мы ездим на водоемы не часто, то достаточно подтопить прицеп практически по вот этот светоотражатель. И катер приобретает плавучесть и легко заходит на ложементы. Были такие случаи, когда АК мелело и приходилось очень далеко заезжать. И был риск того, что автомобиль попросту не выйдет обратно. На или будут проворачиваться колеса. И тогда, конечно же, подтопление происходит гораздо меньше. И приходится с помощью вот этой лебедки затягивать катер. Тут, конечно же, вот этот стартовый ролик и вообще ролики на ложементах очень сподручные. Но у нас такое было только два раза. Катер, в принципе, нормально затянулся. Он прям проскользил по ложементам. Но, конечно, я признаю, что с роликами гораздо-гораздо удобнее. Поэтому, друзья, когда будете приобретать подобный прицеп, если вам это необходимо, если водоем, на котором вы обычно катаетесь, мелкий, нужно обязательно их ставить. Я имею в виду ролики на ложементы и вот этот стартовый ролик. Про фонари задние я вскользь упомянул. Вот это штатные МЗСА-шные фонари. Но внутри стоят специальные платы со светодиодами, которые не боятся воды. То есть, в принципе, я проводку могу не отключать. Но по привычке делаю это, ну, как, знаете, так, больше стереотипно. Мы испытывали их в тазу с водой, подключали напрямую к аккумулятору. Они прекрасно светят несколько часов. Поэтому вот, когда вы загоняете катер в воду на несколько минут, можно проводку с такими фонарями не отключать. Делают такие платы умельцы в средней полосе России. Оставлю в описании к ролику ссылку. Стоит, по-моему, чуть больше тысячи рублей. Вот. И вы получаете, ну, можно сказать, вечные, совершенно не влияющие на работу предохранителей всей электрической системы фонари. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. И всего доброго.